Сегодня всемирный день НЛО, ну а мы с вами поговорим о вышивке. Всем привет, меня зовут Оля и вы на канале про крестики. Сегодня мне не удается снимать это в тихий час ребенка, потому что кажется я его усиленно проворонила и снимаю я, вот он, он здесь сидит рядом. Ну да ладно, градусник у нас показывает больше 40, я конечно же забыла посмотреть сколько он показывает, но наверняка больше 40, погода невыносимая, поэтому я как есть. То есть не накрашенная, вот как я здесь хожу, так я и выгляжу в кадре сегодня. Так что простите или не простите, все зависит от того, как удачно я выгляжу. А еще у нас небольшой ветерок, но я надеюсь, что на звуке в этот раз это не отразится, и я всеми силами стараюсь прикрывать микрофон. Плечи, как вы видите, у меня подзагорели, но не очень, на танцы я так и не выбралась, потому что у меня младший заболел, но уже поправился. Одним днем он как-то проболел, но видимо не судьба в эти выходные танцев не будет, максимум выберусь в Самаре на опен. Хотя там большая часть народа уедет на грушу, но я тоже, конечно, на грушу не поеду. Хочу сказать всем большое спасибо, кто меня поздравил с днем рождения, это очень приятно. Еще хотела сказать, в принципе, спасибо за комментарии, они такие прям хвалибельные, хвалительные. В общем, очень уютные и теплые комментарии, я получила большое удовольствие, я читаю их. Еще по поводу моих слов, что я не подготовилась к видео. Увидела от одного из пользователей комментарий о том, что экран можно разделить на две части и вышивать по саге. Сейчас я потратила, не знаю, кучу времени, чтобы найти этот комментарий, чтобы увидеть, кто это написал, потому что, естественно, уже вылетело из головы. И, простите, что я так и не нашла, но этот комментарий качественно изменил мою жизнь. Я уже несколько дней, как именно таким образом, все это и делаю. Я, наконец-то, могу слушать YouTube и вышивать, ну пусть на небольшом кусочке экрана, но вышивать, глядя на... ну вот с одним телефоном, с одним девайсом. И я представляю, как это будет круто в дороге. Его... да господи, здесь муравей по штативу ползает по лампе, по... Кстати, ее можно было бы включить, ну ладно. По лампе, по телефону, меня это иногда смущает немножко, он прям... Как будто я с ним и поговорю. Ну вот, ладно, на самом деле. Еще я хотела большое спасибо сказать девчонкам. Топа типа, Ирина Эль, Маруся, Маришка, вы все время комментируете мои видео, это так приятно видеть, я всегда жду от вас комментариев. Я понимаю, что даже несмотря на то, что я так редко отвечаю, а я помню, что обещала всем ответить. Несмотря на все это, я читаю их все сразу, и меня это делает чуточку счастливее. Спасибо, что вы у меня есть. Ну и вообще комментарии, на самом деле, про видео об идеальном наборе для меня были такие одни из самых приятных, потому что мне показалось, что эту тему так выделено отдельно, еще не освещал никто. И мне она показалась довольно удачной задумкой, и я очень рада, что вы это поддержали. И добавлю к этому, что также вы про теги мне писали, что вам было интересно послушать, и хотели бы еще. Но если честно, мне пока не встретился вот такой тег, чтобы так сильно меня порадовал в точку, поэтому я сейчас в раздумьях над тем, чтобы снять свой собственный тег, злободневный, может быть, уже не очень злободневный, но мне хотелось бы, чтобы побольше народу блогеров его подцепили и ответили. Надеюсь, тематика будет интересная, но я пока в процессе его создания. Надеюсь, на следующей неделе я вас им порадую. Да, как я уже говорила, я снимаю на улице, тут и соседи ходят, и дети, хотя с детьми договорить удалось на 5 минут тишины, хоть это и не 5 минут. Да, ну вот, в общем, плечи у меня не загорели. Я тут вот прям в этом, в походном варианте, переделала немножко царафан на то, чтобы открыть плечи. Лицо у меня еще, ну, спереди, с фасадой, еще более-менее загоревшее, со спины все грустнее. Может быть, когда мне удастся в эти выходные, когда, я надеюсь, мне удастся на опен выбраться в эти выходные, я буду выглядеть приличней. Ну, а если нет, то кофточка будет радовать моего мужа первым. Ну, да, она для него в первую очередь, конечно же. Ну, ладно, сегодня раз о муже, поговорим о топ-10 мужских наборах, о второй части. Давайте уже закончим, там сегодня много вкусненького. Следующий набор, который я вам покажу, появился у меня довольно-таки спонтанно. Я увидела его, как отшивала Женя, Равен Майерс, и она так вкусно, красиво его вышивала, особенно сильно меня впечатлило это... Так, давайте открою, расскажу, что. Покажу подробнее. Впечатлила эта юбка этой мадам. И это, по-моему, первый набор, который у меня... Нет, второй. Первый был, это игрушки. Вот эта вот юбка, шикарнейшая юбка у этой девушки. Ну, и не говоря уже о том, о цветах, какие они красивые. Это была, пожалуй, первая девушка, первое лицо, которое я захотела видеть у себя дома. Она мне нравится, она красива. Ну, не будем лукавить, она чем-то для меня ассоциируется со мной. Темные волосы, ну, что-то общее, что-то близкое есть, поэтому дамы, похожие на меня, можно видеть и дома. Ну, так вот. Посмотрела я, как Женя его вышивает, очень захотела, и как-то очень удачно я увидела, как его продают по очень невысокой цене пчелки. Почему-то он у них был один, и я очень-очень быстро успела его схватить, даже кого-то опередила. Немаленький такой, кстати, набор, и он 27,9, какая точность, на 38,1 сантиметр. Мне даже интересно будет это потом измерить. Так, ну и давайте посмотрим. Вот здесь, кстати, сразу в углу указано, что здесь китайская комплектация. Раньше была американская, когда нитки приходилось разбирать самостоятельно. Ну, если честно, у меня таких наборов нет, и я этому очень рада, потому что мне очень нравится, когда они разобраны, нитки уже изначально, как это сейчас делает Dimensions. Dimensions. Да, не Милхилл. Ну, посмотрим. Прям ключ такой немалюсенький. Что у нас здесь ключ нам рассказывает? И, кстати, да, дорогие мои зрители, не только у вас такая проблема, что, посмотрев видео какого-то блогера на YouTube, вы потом задумываетесь, купите вам, ну, вы потом покупаете какой-то набор. Многие писали, что что-то им очень понравилось, и собрались идти что-то покупать. Расскажите, купил ли кто-то реально что-то, посмотрев мои видео, появилось ли у вас что-то в коллекции. Мне очень интересно это знать. Конечно, напишите, что это было, если все-таки появилось. Ну, смотрим. Здесь у нас обычно указывается крест и полукрест. Так оно и есть. Первый столбик, наверное, не столбик, первая табличка, это цвета соло. Второе, по идее, у них должна быть, ну, как у меня в том наборе, который я вышиваю сейчас, это бленды. Но нет, бленды у нас идут ниже, а здесь это, ну, видимо, продолжение таблицы. Да, пожалуй, это так. И в основном, я смотрю, у них большая часть вышивается крестом в две нити, есть некоторое количество полукреста в две и в четыре нити. Нигде не вижу цифру три. Это классно. Ну, бленды, понятно, по одному, тоже нету, два, один, бэк, есть в две, в одну нить. Это же бэкстич? Да, бэкстич, только я не могу понять, в чем разница, почему они в разных местах. А, ну, видимо, здесь у них бэкстич, этот указывается еще и выкладная нить. И фрузенки. Четыре листа у нас схемы. Ну, схемы типичны для Милхина, ничего такого. Цветные символы здесь, сразу указан бэк. Так, у меня есть перенабор. Я, кстати, не помню, надо уже не спросить, она вышивала по перенабору ли и насколько он без ошибок. Я знаю, что она всегда проверяет, поэтому я воспользуюсь ее лайфхаком. Проверила она его или нет, и, в общем-то, результат этого. Ну, о, сколько же здесь ниток. Очень много коричневых. Они для фона. И, видимо, они, ну да, здесь они разобраны, видите, вот на такие пасмы большие. Не знаю, хорошо. Удобно ли это будет, неудобно. Длиннющие нитки. Мне это у них безумно нравится. Так. Ох, нет, нет, пожалуйста. Нет, слава богу, я испугалась, что там не разобрано. Нет, все разобрано, слава богу. Это те цвета, которые в большом количестве, да, я у них заметила такую историю, что они их отдельно вот такими штучками и добавляют. И таких у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Семь. Семь. Семь ниток у нас основных. Конва, цвет конвы шикарный. Такой он красивый. Вот у вас он какой-то бледный, рыжеватый. Вообще у него, я даже не знаю, как этот цвет-то описать. Какао, наверное, светлого какао. Вот так. И вот они, нитки. Которые в них закреплены на органайзерах. Даже здесь у них много. И, по-моему, этот цвет они отдельно еще вынесли. Так же, вон он черный цвет. Да, здесь очень много ниток, очень много вышивать придется. Если честно, есть даже негкий соблазн заплести их сразу в косы, но нет. Я не лишу будущего себя такого удовольствия. Это будет нечестно в отношении меня. Я не знаю, когда я готова браться за такие большие наборы. Мне кажется, что это будет в тот момент, когда я поднабью немножко руку, потому что, ну, вышивать три года активно, на самом деле, наверное, активно, сколько же я вышиваю. Ну, где-то осенью два года будет моего уже активного вышивания. Вот. И вот с этого момента есть прогресс. Хотя я сначала вела блокнот, куда я записывала, когда я начала, какой процесс, что это за процесс, что там есть. А потом я это дело забросила где-то, наверное, год назад. Я не знаю, почему я это дело забросила. Сейчас я в нем только записываю все свои купленные наборы и записываю все отшитые наборы из купленных, из списка. Я просто там обвожу, что вот у меня это вышито. Тоже как-нибудь нужно, наверное, когда вернусь, я вам покажу этот блокнот, как он выглядит. Скорее всего, я его буду переделывать, потому что он почему-то у меня стал разлетаться. Возьму какой-то другой. Но, возможно, кстати, перенесу весь этот список в электронный формат. Хотя не знаю, насколько я этим серьезно займусь, потому что по факту сейчас я готовлю видео, и у меня уже написаны все наборы, которые я снял... Ну, не с самого начала, а в какой-то момент, когда я стала оптимизировать съемку, чтобы у меня меньше времени это занимало, было легче, ну, чтобы я по 20 раз не возвращалась к записям, сколько там цветов, вот эти крестики не считала, по 20 раз не открывала эти наборы, я стала вести таблицу сразу, чтобы у меня проблем с этим не было. В общем, оптимизировать труд. И начала это делать не с самого начала, поэтому наборы не все. Но что я сделала, это расписала все наборы, на которые я... просто списками, на которые я делала видео, разложила их по производителям, сделала табличку, отметила, которые у меня вышиты, и в каком видео они присутствуют, чтобы давать хотя бы вам адекватные, интересные подсказки. Вот. Посмотрите еще раз на эту красавицу. Мне кажется, она все равно мужская. Она таких цветов приятных, ну и вообще, мне кажется, мужчинам приятно смотреть на такую дамочку у себя дома. Вот. Красотка. Дальше у нас наборы от «Сделай своими руками». Это набор для изготовления закладки. Называется он «Луна над лесом». Я уверена, что у нас очень умные читающие мужчины. Я сталкиваюсь постоянно с такими. Ну, если уж ни книги, то телефоны не читают. Ну и ладно, можно даже телефон вернуть такой закладкой. Шучу. Все-таки есть определенный фетиш в том, чтобы читать бумажные книги, использовать закладки. И такую закладку мне бы, конечно, хотелось иметь у себя в наличии. Ну или не только такую. Хотела мне несколько таких. Это одна из моих любимых. Одна из. Возможно, не самая. Так. Ну, посмотрим поближе. Вот такой вот этот набор в синих цветах. В моих любимых. Красивый. Так. Схема. Схема, схема. Ой, давно я не снимала про наборы «Сделай своими руками». Прям ключ знакомый, который сто лет не видела. И вот любопытно. У них отсчет идет снизу. По размеру он у нас получается 36 на аж 150. Такая длинненькая получается панелька. Переход у них, ну вот этот переход, у них нет линий, но и крестиков нет. Это хорошо. Давайте посмотрим цвета. Все, как я понимаю. Ой. Вообще, это такая длинная история. Очень. Мне кажется, это рулонами режется. Так, ну, знак символа. Меланж. Меланж это у них бленда так обозначается. Четыре бленда. 11 соло цветов. И все вышивается крестом в две нити. Ну, хорошо. Ни бисер, ни фрузелки здесь быть не могут, потому что это кощунственно. И, кстати, обычные узелки я бы тоже здесь не советовала вязать. Ну, крепится петелька либо под нитками. Возможно, сделать какой-нибудь мягкий, тонкий фетр, чтобы прикрыть задник. Нежесткий, потому что, если закладка будет немаленькой, она у нас 22 сантиметра в высоту, и не все книжки такие высокие. Так ее можно загнуть и не мучиться. Так вот. Не советовала бы сделать узелки, просто потому, чтобы пожалеть книги. Синева, синева-синева, и темно-синий. Вот эти 11 цветов переходов в синего. Если, как коня в макоме оценивать, вот ты смотришь на эти цвета и думаешь, что из них вышивается красивая картина. Так это обычная мешанина цветов, которую мне прям сложно представить в какой-то сюжет. Но он есть. И это прям здорово. Надеюсь, что удастся найти на него сагу, потому что, ну, если смотреть схемы, он простой. И хватило бы упростить еще больше вышивку. Посмотрите, такими кусками большими вышивается. Здесь, правда, вот эти Эны вместе с кружочками это не очень удачное соседство. Они сливаются. В остальном видно, что... В остальном хорошо, значки подобраны и большими участками вышиваются. Ну, вот тоже точки, полоски Е. У меня они почему-то тоже сливаются. Да. Ну, да ладно. Поэтому все-таки надеюсь, что будет перенабор. Не знаю, так ли это, нет. Интересно посмотреть, какая канва. Не хотелось бы мне, конечно, эти нитки разворачивать, но, что поделаешь, я хочу это увидеть. Постараюсь все максимально красиво, не испортить. Ну, вот. Это такая длинная. Видимо, вышивать это предполагается на руках. Хотя нет, можно и в пяльца заправить. В какие, правда, наверное, квадратные нурги. Ну, в какие я имею в виду у себя, потому что у меня почти все пяльцы нурги, хотя есть одни большие деревянные. Но, с другой стороны, возможно, лучше это и на руках вышивать, потому что, ну, такая длинненькая-длинненькая, много места не занимает. А если брать в пяльце, чтобы все 22 сантиметра влезли, ну, что это получится? Какой-то гигант. Зачем? Ну, и кусками вышивать тоже. Зачем заламывать? Хотя, хотя, наверное, это и не проблема. Ну, да, брать маленькими этими нюрками и переходить. Ну, да, как красиво, очень красиво. Вот, вот такая вот закладочка для наших мужчин. Следующий набор, это у меня набор от компании RTO, из серии снежные брызги волк. Как-то все к мужчинам отношу волки-волки. Много волков я им пророчу, и все в таких темно-синих цветах. Ну, кстати, из тех наборов, что у меня есть, я сделала подборку, показала ее мужу, что-то, по-моему, у меня забраковал, что-то было лишнее, но в итоге, примерно, одобренный список такой и остался. Так вот, некоторые наборы из тех, что, наверное, более мужские, я вам просто уже показывала, как, например, Ночной город. Ну, вышивка, которую выбрал мой сын, вот Ночной город там был. Ну, какие-то еще, а какие-то наборы я хочу вам показать в других топах, поэтому я не стала их туда добавлять. Ну, надеюсь, что здесь подборка тоже была подобрана соответственно тематике. Ну, во всяком случае, я художник, я так вижу. Так, ну, и это акварель. Я, кстати, акварели еще не вышивала, и я их также горячо люблю, как я их любила с самого начала. Хотя, глядя на этого волка, мне кажется, вышивать его будет непросто, прямо непросто, а глядя на его, а еще меня впечатляют его глаза. И какая-то синева в ушах. волк классный, волк вообще классный. На некоторые наборы умудряешься насмотреться, взгляд замыливается, а что-то, например, ну, вот, честно скажу, озеро Марин, от которого я сходила с ума, я его уже миллион раз вышила глазами. Но прощаться я с ним не готова, потому что я надеюсь, что он подзабудется, все поостынут, мне пока есть что вышивать, а в итоге я все равно хочу вышить озеро Марин, потому что цвета там прямо моей Мари. Озеро Марин, по-моему, да. Ну вот. А какие-то наборы я миллион раз смотрела у себя, и тоже глазами уже бы вышила, но вот этот волк, я немножко не те эмоции испытываю к нему, как я увидела изначально, когда все и прямо загорелось, но сейчас рассматриваю его ближе, он мне очень-очень нравится. Мне кажется, неплохо его в пару к моему сумасшедшему котику, там, ну, отвертого, не стоит глаз, не стоит гладить кошку против шерсти, вот к нему бы рядышком посадить, и не потому что, хотя нет, лучше их разнести. Они в разном стиле, но мне кажется, у того глаза прям вообще чума, и он просто забьет волка. Он в какой-то спокойной обстановке вокруг просит. Те же вот эти брызги, ну, все равно не выглядит этот набор агрессивным, очень таким движимым. Для меня он все равно достаточно спокойный. и даже эти глубокие глаза волка как-то меня не будоражит в плане... Я не вижу здесь какого-то возбуждения, ну, в общем. Иголочка, иголочка у нас, иголочка в наборе. О, а давайте сразу и ключик, и посмотрим. Так, у нас три палеты. Цветов используется очень много, но в небольших количествах. Поэтому получается, что цветов у нас аж 37. Да, 37. Один бленд у нас, кажется, полный крест в одну нить. И у нас есть полный крест в одну нить. Вот такой вот интересный символ. Посмотрим, где это. Но я больше чем уверена, что это будет где-то здесь. Так, ключ. Ой, схема. Ключ уже был. Ну да, вот этот знак, он как-то раскидан. Мелковат он. Кстати, посмотрите на эту мешанину крестиков. Я даже не возьмусь это вышивать без перенабора. Благо, бэка здесь совсем немного. Прям совсем-совсем. Но мешанина здесь та еще. А набор-то, кстати, небольшой. 21 на 28. О, вот здесь этот красный цвет, это, видимо, бленд у них так отмечен, что это символы, отмеченные розовым цветом, вышиваются швом полукрест с наклоном стежка влево, а остальные, видимо, вправо. Или это не имеет значения. Интересненько. А вот давайте посмотрим. У них же должна быть инструкция, как они предлагают все вышивать. Значит, есть смысл вышивать все согласно их инструкции. А где они? Ага, вот здесь. Ну, это общие какие-то. Ага, и вот здесь вот, вот эти вот условные обозначения. Ну да, здесь у них подразумевается, что полукрест будет вправо. Вправо? Они считают, что полукрест должен вышиваться влево. Ну, как, собственно, очень часто это делают многие производители, когда верхний полукрест в одну сторону на крестике, а нижний в другую. Так вот, не знаю, относится ли это конкретно к крестной схеме, хотя я сомневаюсь. Скорее всего, это у них общая информация здесь. Полукрест у них наклон влево, а крест вправо. Ну, я так привыкла вышивать вправо, но я и полукрест в другом направлении привыкла вышивать. И мы снова сталкиваемся с проблемой, что когда вышиваешь английским методом, сначала полукрест в одну сторону, а потом крестики закрываешь, придется сверяться со схемой и вышивая крест в одну сторону и закрывая его, чтобы не ошибиться. Хотя, если там цвета, ну, нет, нет, ладно, если там цвета не одинаковые рядом, а, скорее всего, они одинаковые будут хотя бы где-то, в общем, придется придется поломать голову. Так, бэкстич у нас счетный. Это хорошо. А то я стала сталкиваться в некоторых наборах РТО с несчетным бэкстичем, и непонятно, почему несчетным, меня это пугало. И вот они, ниточки. Боже мой, какие это ниточки. Ну, опять они у нас скреплены. В самом конце у нас, видите, цвета, которых меньше всего, они всегда, РТО всегда таким образом располагают. Блин, они так красиво ложны, мне так не хочется это нарушать. Попробуем посмотреть. Вот так, пожалуй, да, здесь все это видно сразу. Вот такая у нас красота по ниткам. И какой-то сиреневый цвет, и лиловый, ну, черный, понятно, бирюзовый вот этот яркий, космический, синий, очень глубокий цвет. У вас он почему-то темнее. Ну, все, я говорю на видео, темнее и контрастнее. Все это мягче. Ну, я представляю, как это акварельно будет смотреться, но надо обладать большой смелостью, и морально готовым быть. Начинаю, ну, все, не получилось у меня красиво. В общем, начинаю вышивать этот дизайн. И вот, если у кота эти цвета ядерные, ну, понятно, что это для глаз, то здесь они достаточно мягкие. Красивый глаз, взгляд получится у волка. Ну, здесь не видно оранжевые прострочки, но здесь тоже цвайгард, рта себе в этом плане не изменяет. Ну, вот, в общем, красивый, глубокий взгляд получится у волка. В таком синем цвете может быть повешиваю в коридоре. Или, кстати, может в детской. Хотя в спальне нашей тоже классно будет смотреться. Я вот в этом плане как-нибудь я вам расскажу про вышивальные приметы, но я не верю в плохие приметы. У меня все приметы хорошие. Я верю в то, что мы сами себе программируем, наверное. Я не углубляюсь в эти темы, но, считаю так, вселенная вас слышит и мы сами себе программируем то, что мы хотим. Не знаю, у всех ли так в жизни получается? Но конкретно у меня именно так. Вот. Да, не помню. Да, у РТО как раз клейкая лента выполнена выполнена на упаковке. она на самой ленте и это очень удобно. Я сразу выкинула эту ужасную упаковку. У меня еще осталось два конверта, версия, что мне подарила Елена. И один уйдет сюда. Вот. Он прям ждет. Ждет этот набор. А один в следующий раз, когда буду снимать топы, я что-то уберу. Скорее всего, так. Будут по мере доставания перекладывать. Надо, правда, затачиться и сходить на Алиэкспресс. Ну, так вот. Сегодня у нас звездная ночь по массивам Ван Гога. Я так подумала, что те наборы, которые я отнесла к мужским, говорят о том, что я хорошего мнения о наших мужчинах. классика, благородные волки, закладки, картины. Дамочка есть, но и та такая благородная, даже нет, не благородная, нет, благородная, однозначно, изящная такая, нежная. Ну, в общем, хорошего мнения я о наших мужчинах. Наверное, все это мой личный опыт. Ну, так вот. Ладно, вернемся к другому мужчине. Это Ван Гог. Видела я на вышивальной встрече тут до вечера вышитого Ван Гога и оформленного уже, и оформленного в антиблик. Вы это должны были увидеть в среду. Классно. Немножко пожалела, что я не увидела его без стекла, потому что антиблик, он, да, он правда, немножко создает определенную преграду. То есть, нет возможности, а может, у меня не было возможности на бегу все это рассмотреть, но поближе все это увидеть, рассмотреть вот эти крестики, но это потому, что мне интересно было бы препарировать. А там ты видишь полную картину, в принципе, мне очень понравилось оформление. Ну, как я уже говорила, я планирую, наверное, все это, все оформлять без стекла вообще. Так вот, Ван Гог у меня будет висеть однозначно в коридоре, к моей синей полосе в коридоре, как-нибудь я вам тоже покажу. Он идеально подойдет и Ван Гог это тот, в ком я не сомневаюсь, все три его картины будут висеть там. Так вот, Звездная ночь. Ну, мне кажется, вышивается она непросто, совершенно непросто. Причем, вот здесь Кипарис, ну, мне всю жизнь видится это какая-то жуткой башней, какой-то наизжутчайшей. Как изначально я это увидела, так и не могу отделаться от этого впечатления. Картина у нас 40 на 30 сантиметров и давайте посмотрим эту красоту. Вот такие космические у нас нитки. Просто изумительные. Помните, мы смотрели нитки у цветущего миндаля? Вот, вот такого вот. Они тоже шикарные. И вот, кстати, опять эта дама у меня на глаза попадается. Да, приятно. Вот этот набор я вижу первый раз, но, может, глазами так где-то цепляла, а вот сейчас я прям присмотрелась и как-то он мне тоже очень понравился. Интересно, это по чьей-то картине. Ну, как-то атмосферный он мне нравится. И он 100% вышивается шерстью. Ну, ладно. Здесь у нас 26 цветов. Сверху лежат сначала эти три. Не знаю, как... Здесь цветов побольше, чем в прошлой картине. Не знаю, как мне удалось это убрать. И еще две планшетки здесь. Канва у нас цвайкард 14 каунта. Белая. И вот она схема. Вот она схема. Есть, конечно, определенные месила. Да, больших таких участков одного цвета. Ну, линиями они какими-то идут. Много очень черного вышивается. Но, благо, что есть этот перенабор в саге. И по ней я буду вышивать. Ну, красиво. Как всегда, не видно десятков крестиков. Я вот честно не представляю, как можно по такой схеме вышивать. Как? Ну, как? Здесь не зачеркнуть ничего, ни десятки крестиков не отсчитать. Это правда проблема? Они здесь очень бледно видны. и если в верхней части их еще как-то худо-бедно видно, то на Кипарисе нет ни одного шанса рассмотреть эти десятки. Вообще нет шансов. Там, где только чуть цвет меняется, как, например, здесь еще что-то вот здесь еще что-то видно, но и только. Но его с ним для меня это не критично, потому что у меня сага, а для остальных я не знаю как. В общем, для многих «Звездная ночь» это был своеобразным «Эверестом», непростой работой, которая не быстро, не легко шла, но да, не туда. Ой, божечки-то мои, посмотрите, какая решанина. Да, не просто это будет, но я хотела бы посмотреть ключ. А вот он, наш ключ. И, как я заметила, у Иориса, у них в картинах, которые по мотивам классиков, у них эти картины вышиваются без блендов и вышиваются крестом в две нити. Здесь, наверное, здесь отдельно написано, что это значит, но я больше чем уверена, что все это крест в две нити спокойно ты себе берешь и шьешь, и шьешь, и шьешь. так. Ну, что здесь написано? Что цвета не соответствуют цвету, цветосимволов не соответствуют цвету ни. Так, это понятно. Вот. Крупно, жирненько. Вышивка выполняется крестом в лините. Ну, все, все просто, все логично. И все 26 цветов у нас так и идут. Я не знаю, что еще можно добавить про Ван Гога. Мне кажется, Ван Гог не требует ни представления, ни каких-то дополнительных рассказов. У них, кстати, всегда указано упаковщица. Так, мило? Так. В общем, Ван Гог это класс. А теперь мне надо как-то умудриться разложить нитки, чтобы я смогла все это назад убрать. Я даже не знаю, не хочу я никакую эту прятать по лету. Хочу, чтобы все они торчали. Давайте попробуем. Здесь просто ниточек-то немало, дизайн-то немаленький. Очень надеюсь, что он у меня войдет. Прошлый, ой, прошлый Риолис не очень легко туда вошел, но вошел. И, в принципе, тогда удобно с ним будет сам процесс хранить в таком конверте. Да что, что будешь делать? Нет, я его победу. Вот. А здесь ниток побольше. Ну, я надеюсь, что мы с этим справимся. Да, вот, просто ровно все это дело убирать. И когда ровно все прям ходит. Ну, что-то мне в голове. Ага, все, отлично вошло. Теперь пойдем по ниткам. А вот единственный минус, наверное, из-за чего именно эти не приступы. Хотя, не знаю, с самого начала последовательно это не. Пусть не надо обтирать. Все. Шикарно оформленный Риолис. Супер. Ну, и финишируем мы с вами на подушке. Это уходящий в темноту. Необычный, очень классный дизайн, но сейчас я уже немножечко по-другому на него взглянула, в каком плане. Бэкстич, тем более в таком количестве на подушке. Я все-таки за то, чтобы вещи людям служили и даже на вышитой подушке, ну, только если это не работа бабушек, я считаю, что можно и нужно лежать. Но как это не повредить таким быком, видимо, это будет исключительно декоративная подушка. Но она мне от этого меньше и не нравится. В общем, такой вот это лосяш. Уходящий в темноту. Ну, для меня он, кстати, не уходящий в темноту, а скорее приходящий из темноты. Очень интересный эффект сделан деревья. Мне кажется, они не должны зашиваться. Давайте я не посмотрю. Да, деревья у нас не зашиваются. Небольшой эффект, конечно, создается. А, эффект. Это контрастные цвета. И вот он, да, идет, нашлось, а на переднем плане эти деревья никак не зашиты. Очень интересный, очень классный эффект. А ниток, мне кажется, у нас совсем-совсем мало. Так, ну, размер дизайна у нас стандартный, я так думаю, 220 на 220, как обычно. И ключ, вот такой мылипусенький у нас ключ. Вот он. Всего четыре цвета. Да. Просто двух цветов очень много. Что у нас? Ну, вот бэка три вида, в одну нить синий, светло-желтый. в одну нить и светло-желтый в две нити. Ага. Ну, да. По дизайну это ими. И все. И, собственно, все сложности и весь дизайн. Бэк у нас счетный. Вот это хорошо. Ну, как? У меня бы не сильно рука повернулась назвать его бэком. Скорее, я бы его назвала выкладной нитью. Но придется шить как бэк. Не знаю, может быть, есть смысл поменять здесь основу. Потому что здесь у нас четырнадцатая аида темно-синего цвета. Вот они, эти четыре цвета ниток в огромнейшем количестве, но их всего четыре. Вот опять интересный эффект. У вас не видно? А, нет, и у вас видно. Но я его в этот раз вижу вживую. такие вот точки. Их на самом деле нет. Вот. Вот на таком вот... Ну и иголочка Джон Джеймс. На таком вот прекрасном, простом и одновременно сложном наборе сложной подушки мы с вами и закончим. По мне, так правда, в мужскую комнату, в мужской дом очень хорошо подойдет такой дизайн. Как я и обещала, на следующей неделе надеюсь, мне удастся снять тег. А на этой неделе поговорим о вышивке наших предков и потомках. В этот раз это еще один мой племянник. Это крестник моего мужа. И прям снова официально это Лаврентьев Елисей Евгеньевич. Свою работу он вышивал в 6 лет. Этот красивый парусник. Не знаю, начал ли он его в 6, но скорее всего да, в 6 и начал и уже закончил. Его мама Маришка, которая, кстати, тоже постоянно комментирует мое видео Маришка, привет. Она прислала мне эти фотографии и я хочу с вами поделиться. Ну, от вас я по-прежнему жду фотографий работ ваших родителей, детей, бабушек, дедушек на мою почту внизу в описании. Пишите комментарии обязательно. С удовольствием почитаю снова. Ставьте лайки, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик все, кто еще этого не сделал. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем хороших выходных. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok